Железобетонные сваи начали устанавливать на территории Монастырского пляжа несколько дней назад. В водолазной службе заявили, что на них построят круглогодичную спасательную станцию, но отдыхающие возмутились. Самой спасательной станции не нужно. Просто здесь. Здесь и так вполне хватает одного человека, который сидит на спасательной вышке и он довольно-таки наблюдает нормально. Тем более здесь глубина. Здесь чуть больше трех метров возле, там где прыгают люди. Там, возле бойков. Буквально я стою по шею. В спасательно-водолазной службе говорят, на новой станции собирались наблюдать не за пляжниками. Она нужна, чтобы обеспечить видимость на участке моря, который закрывает находящийся рядом мыс Большой Фонтан. Визуально наша последняя станция не покрывает зону видимости морской глади за мысом. А самое большое количество обращений, в том числе и МЧС, и пограничников вне курортного сезона является обращение то, что неустановленные плавсредства находятся на воде даже после прекращения навигационного сезона. Позже стало известно, что строят на пляже за личные средства начальника водолазной службы Киевского района. А само строение не будет носить капитальный характер. Но затем выяснилось, никаких разрешений на проведение работ нет. Они утверждали, что это будет временное сооружение, и поэтому не нужно никакие согласования во всех инстанциях. Даже на временное сооружение, если они его делают, они должны были получить проектную документацию от берега защиты, что данное сооружение будет нести временный характер, это раз. А во-вторых, что данные сваи, которые несут все-таки капитальный характер, обосновать, что это не капитальное сооружение, а временное, что практически невозможно. Если проверка докажет, что работы незаконны, демонтировать сваи инициатора стройки обяжут за свой счет. Владимир Омельченко, Александр Пережилин, Первый городской.